Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Лавгудвин. Я массажист и телесно-ориентированный практик, популяризатор всех этих технологий, которые вы можете применить сами для себя и испытать сами на себе. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, часто встречающийся. Это напряжение в нашей шейной зоне, часто встречающейся, кстати, больше всего у девушек, у женщин. И в зоне плечей вот эти трапециевидные мышцы, которые идут и заканчиваются там, где находятся у нас сочленения лопатки и ключичные косточки. Почему я говорю, что у женщин это чаще всего бывает? Потому что они более эмоциональны у нас по жизни. И вот эти вот стрессы, переживания, проблемки, они все это принимают близко к сердцу. И иногда в целях сохранения самосохранности есть такое рефлекторное движение. Да, поднимаем плечи и как бы сжимаем шею. Это у нас от природы так предназначен наш организм. Когда мы что-то боимся, например, вы можете замечать у людей, что вот так вот они как бы поджимают. И, соответственно, человек перегруженный стрессами, у него эта зона очень скованная. Она прямо такая плотная, жесткая, мышцы прямо даже иногда деревенеют. А на самом деле проблема даже не в стрессах. Стресс прошел и ушел. Проблемы можно решить, и иногда проходят годы, когда это все мы уже давно забыли. Но сами вот эти вот спазмы мышечные, они микроспазмами ложатся один на один, друг на друга. И их очень тяжело разблокировать. Поэтому я вам хочу показать сейчас некоторые упражнения, которые часто мы еще... Вот из-за чего эти проблемы происходят? Потому что природой мы предназначены для совершенно другого поведения в жизни. Но сейчас у нас в 21 век на дворе практически все сидят за компьютерами, в офисах, за бумагами, за рулем автомобиля. Сидящий образ жизни. И опять же у нас накладывается отпечаток, все сковывается вот здесь. Часто болит шея, болит вот эти вот мышцы шейно-воротниковой зоны. Кроме того, у девушек наших есть незаменимый атрибут, с которым они часто ходят по магазинам, да и просто по улицам и к подругам, с сумочкой, которую вешают либо на плечо, либо на локоток. И всегда мы подтягиваем этот плечо выше, да. То есть опять же бывает однобокое вот такое вот защемление мышечное именно с этой стороны. Давайте рассмотрим, как вы можете сами себе это раскрепостить и сами себе помочь. Ну, во-первых, это можно делать везде. На работе, в офисе, там и в машине, да. Прежде всего расслабляем мышцы шеи. Для этого надо их помассировать сами себе. Давай развернемся немножко вот к камере, бачком. Помассировать продольно, вдоль, показывай на себе. Показывай, показывай на себе. Что ты делаешь? Вдоль, ну то, что я показывал. Вдоль просто вот это поглаживание. Поглаживание от черепа к нашим вот этим ключичкам. Можно мне сделать? Раз уже здесь. Сделайте мне. Раз уже здесь. Ну, я же говорю, сами себе поможете. В общем, поглаживаем, да, вот эти места. Это можно делать без масла, это можно делать в одежде. Можно по голому телу делать. Поглаживаем и как бы спускаем кровь сверху вниз, к периферии. Кроме того, у нас лимфосистема так расположена, что она идет от центра головы в подключичную зону, вот сюда накапливается. Ну и дальше вот эти вот шлаки, вот эти вот бактерии, продукты распада клеток, они расходуются в нашем организме. Поэтому сначала мы массируем сверху вниз, вот так вот. Можно массировать просто разогревая самого себя, предположенной рукой. Давай немножко вот. Вот прямо вот так вот, сильными, энергичными движениями. Я показываю в данном случае на девушке, на Эльвире, она мой ассистент. А вы можете проделать это тоже самое упражнение сами себе. Это достаточно легко и просто делается. Растираем вот эту шею. Ну, конечно, массажисты все это растирают обычно двумя руками. Есть много методов растирания. В данном случае я вот быстренько привожу Эльвиру в разогретое такое состояние. Потом вы можете проделать следующее упражнение. Это уже разминание. Когда вы берете большие пальцы под затылком, мы их устанавливаете. Давай покажу. Вот прямо под вот этими косточками. Видите? Устанавливаем большие пальцы и вот так вот, достаточно сильно, круговыми движениями, не спадящим таким движением, спускаемся вниз до того места, до которого вы достаете сами себе большими пальцами. Устали у вас большие пальцы, вы можете сделать из ладони такой как бы клювик, да? И целиком вот всеми пальцами сразу вот так вот эти места проходиться. Попробую так вот сделать. Да. И сама за собой от верха шеи проходимся вниз. Далеко куда? Докуда достают руки. Ага. Хорошо. До самой нижней точки проходимся вот так вот, да? Ага. Я пошла. Вот, молодец. Далее, смотрите, еще какое упражнение. Берем два пальца свои, да? Самые большие. Устанавливаем их вот. Да, видите, уже разогрелось, уже тепло стало. Вот давай немножко оголим плечики. Устанавливаем, смотри, два пальца вот так вот на затылке, да? Под черепом, да, где заканчивается череп. Волосы в данном случае тебе будут мешать. Давай их немножко приберем. Слышу. Вот так вот. Чтобы было видно, да? Вот здесь, под волосами, под волосами. Ниже. И от центра позвоночника растягиваем в стороны. При этом вот эти мышцы, да, там, вы почувствуете, посередине нет позвоночника, а сбоку два валика мышечных. Вот такие вот, да? Слева и справа. И вот мы как бы растягиваем, а головой, представляете, назад идти, в противофазе. Назад. Вот туда голову. И мы как бы проходимся по всем позвонкам от верха до самого низа, да? Вот до того места, где сочленяются у нас шейные позвонки с грудным отделом позвонков. Вот еще ниже, вот до сюда. Вот до сюда доходи. Чувствуешь такое натяжение приятное, да? Угу. Ай, молодец. Хорошо. Ты балдеал. Вот так вот. Видите, даже когда самому себе делаешь, это приятно. И еще одно упражнение давайте проделаем, когда мы просто берем одной рукой, противоположной, хватаемся как можно шире, большим пальцем даже вот так вот можно упереться, за вот эту вот трапециевидную мышцу и стараемся ее оттянуть назад. Вот сюда, от себя, от себя. А шею при этом наклоняем туда, как бы в противоборствующую сторону. Ау, что-то. Вот, видишь, даже хрустнула. Что-то хрустнула. Вот, видишь, я специально сейчас не применяю мануальные практики, потому что вы сами себе это все можете проделать. Получилось? Ну, да, наверное. Для усиления эффекта можно, давай опять же, возьмемся так же за вот это ключо, а для усиления второй рукой попытайтесь голову вращать вот туда, в противоположную сторону. Не просто наклонять, а как бы мы вращаем немножко вот туда, по диагонали. Вот сюда. А эту руку опирайте вот сюда. Может быть, показаться, что это сложное упражнение, но на самом деле делать это все достаточно легко. Меняем. Сначала одну руку катаем плечо, второй рукой упираемся вот сюда, в противоположную сторону. То есть мы как бы вот эти вот трапециевидные мышцы, понимаете, идут на разрыв с нашими шейными мышцами. Мы как бы их друг от друга пытаемся отделить. Получилось? Ну вот, это достаточно несложно. Просто с первого раза, может быть, покажется, как руки там поставить. Непонятно. Далее, смотрите. Если у нас мышцы закрепощены, да, то волей-неволей там, где сокращение идет мышц, мы подтягиваем эти косточки к себе. То есть косточки плечей идут вверх, да. А чтобы их распрямить, вот эти мышцы спины у нас наоборот расслаблены. Давайте теперь поработаем с мышцами спины, так называемыми антагонистами. Они находятся у нас за лопатками. Чуть-чуть поверните, вот так вот, чтобы было видно. Вот здесь дело качается посередине лопатки, да, и пониже лопатки. Чтобы их напрячь, проделываем вот такое простое упражнение. Упираемся локотками в подлокотники. Прямо вот так вот камень, да, ну или руками. Спину держим ровно. И за счет разведения силы прям вбираемся в подлокотники и сильно разводим лопатки назад. Да, вот так вот. И еще раз. Опустили плечи вниз, выдохнули. Теперь на вдохе. Вот так вот растянули, да. Грусть при этом поднимаем как можно выше. Вот, видишь, чувствуешь, что это напрягается, да? Да. Вот я на самом деле чувствую. Давай, расслабься. Это упражнение, поэтому надо делать расслабление, напряжение. Растягивание, сжатие. Теперь напрягайся. Вот. И сразу чувствуется, как вот эти мышцы начинают под лопатками работать. Давай еще раз покажем, как мы выдохнули. И так расслабились, да, плечи повесили. И обратно. Раз. Тянулись. И прямо упирайся в подлокотники. Да, вот так вот. Сильно, сильно. Вот. Таким образом у нас тренируются вот эти вот мышцы сзади. Так называемые антагонисты. И они выравнивают нашу осанку. Понимаете? Они напряжены. И они уже начинают сопротивляться вот этим нашим напряженным мышцам. Вот. Молодец. Спасибо. Такие простые упражнения вы можете проделать и у себя дома, и где-нибудь в офисе. Поэтому смотрите наши ролики вот эти полезные, как помочь самому себе на нашем канале YouTube. Подписывайтесь на него обязательно. Ну, а я с вами не прощаюсь. Не прощаюсь. Мы с вами не прощаемся. Мы с вами увидимся в следующем ролике, где покажем еще кое-что интересное. До новых встреч. До новых встреч.